ЧП произошло днём на проспекте Победы, 64. Годовалая девочка была в квартире вместе с бабушкой. По информации полиции, пенсионерка на несколько минут вышла из комнаты. В этот момент внучка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна четвёртого этажа. Ребёнка на земле заметил сосед. Малышку срочно доставили в неотложку. Состояние ребёнка тяжёлое, но пока стабильное. Он сейчас находится на этапе обследования. В экстренном порядке после поступления он был осмотрен всеми специалистами. Хирургом, травматологом, нейрохирургом, специалистом интенсивной терапии, нашим анестезиологом из детской реанимации. Медики диагностировали у ребёнка перелом бедра и двусторонний пневмоторакс, скопление воздуха вокруг лёгких. Тяжёлые травмы мозга после проведения компьютерной томограммы не обнаружили. Сейчас состояние пострадавшей стабильное, без ухудшений. Её перевели в первую областную детскую больницу. Тем временем правоохранители выясняли, как ребёнок оказался на подоконнике. Предположительно, сначала девочка залезла на кресло. Его родственники поставили возле окна, чтобы спрятать от малышки розетку. На данный момент угроза жизни остаётся, но она и будет, пока не стабилизирует полностью состояние, так как очень маленький ребёнок. Семья ни на каких учётах не состоит. Семья довольно-таки благополучная. Единственное, что родители не проживают вместе, но и отец, и мать уделяют должное внимание ребёнку. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учёта правонарушений. А родители и спасатели просят внимательнее следить за своими детьми, чтобы избежать трагических бытовых случаев. Руку всовывали в унитаз, потом рука там застряла. Или дети на голову одевали определённые предметы, потом наши ребята выезжали, извлекали их с этих предметов. Или спускаясь, пробегая по лестничным маршам, в перилах вот эти перемычки, туда голову засовывают, а обратно высунуть не могут. По частному сектору, когда дети пытаются форточку в голову засунуть. По статистике, в Харьковской области спасатели совершают около тысячи выездов в год для оказания помощи населению. В том числе и для решения проблем с детьми из-за беспечности родителей. Надежда Тофан, Ирина Шутько, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».